Ну что, господа, вот я приехал опять к нашим любимым шерифам, которые долго-долго думали делать или не делать холодильник. В итоге они все-таки надумали. Сейчас проверил на утечку. Как-то странно, все отлично держит, если честно. Он азотом закачал, тут еще и воперейтор стоит медный. Вот такой вот. Все проверил этим на утечку. У меня есть вот такой приборчик. Отлично, кстати, работает офигенно. Вот такой вот. Все прекрасно работает. И ничего не нашел. Проверил, все работает. Специально сделал утечку здесь немножко. Здесь все вроде как запищал. Он здорово запищал. Опрессовку включил где-то 0,5 PSI в минус 0,5 PSI примерно за 14 минут. Но это прям вообще шикардос. Хотя, с другой стороны, вот здесь вот эта вот ланочка, куда стекает дефрост весь. Ну, когда дефростится водичка. Она здесь была вся в масле. То есть, как бы понятно, что где-то был лик в любом случае. Вот. Причем я 200 PSI примерно дал внутрь. То есть, как бы немало, так скажем. Должно было вылезти где-то вот в этом месте. Вот масло. Оно видно даже вот. Такие масляные, как бы эти, разводы. Ну, здесь все промерил, все посмотрел, все чисто. Как бы ничего не нашел, если честно. Я приехал, я его тогда прошлый раз 600 им заправил. Потому что это... У меня 290 не было. А здесь вот он 290 получается. 4,5 унции. Я его 600 им заправил, приехал. Он работает прекрасно. Причем, то есть, температура где-то, наверное, 36 была примерно. Вот. И это. Сейчас я, наверное, отвакуумирую. Еще раз азотом пройдусь. Еще раз поставлю его на проверочку. И это. И буду заправлять взялой себе. Вот такой вот. Вот такой вот. Плеончик. И вот через эти весы буду заправлять. Весы точно как раз для таких целей. Вот. Хотя тут, в принципе, 4,5 унции довольно-таки немало. Но здесь удобно то, что это. То, что он в перевернутом виде будет заправляться. То есть, с жидкой фазой, так скажем. И вот эти весы позволяют. Здесь вот есть вот такой вот переходничок. Специально его накручиваешь на баллон. Переворачиваешь баллон. Закручиваешь его сюда. В непилек. И отсюда вот получается выход. И все. И баллон находится в перевернутом состоянии. То есть, его можно вот так вот заправлять. А можно и вот так заправлять. Но я начал заправлять в жидкой фазе. Вот. Шланги длинные. Он выкипать успевает. Да и, в принципе, это. Объем очень маленький. Поэтому я заправляю практически полностью. Без включения компрессора. То есть, вполне доза заходит нормально, без проблем. Так что, сейчас сделаем. Я думаю, что все должно заработать. Да, еще. Я начал, когда мыть ванночку. Вот эту вот. Тут как бы красочка вот эта синяя была. У них еще диспозор не работал. Заклинивший вообще был. И сработала термозащита на нем. Включил термозащиту, включая. Он мертво стоит. Поэтому пришлось еще его снимать. Не полностью. Ну так, как говорится, делать нечего. Пока пресс-тест шел 15 минут почти. Что делать, сидеть что ли? Вот взял, грубо говоря, разобрал, сделаем. Сейчас работает все. Ну, все прекрасно крутится и так далее. Кстати, дишак у них офигенный. Дишак офигенный. Берется вот с таких вот моющих средств. С таких контейнеров, с таких ведер, можно сказать, сразу. Такой полупромышленный, так скажем. То есть офигенный. А вот она, американская тюрьма настоящая. Вот так вот выглядит. Так что... Так что... Так что вот так работаем. Ну что, вот в общем все нормально. Все-таки я достал липик, этот сион. Заправлю нафиг его на всякий случай, чтобы краска там, в крайнем случае, если вдруг в будущем вылезет что-то, чтобы можно было спокойно по краске найти век. Вот сейчас вакуумная сушка. Уже баллон приготовлен. В принципе, сейчас заправлю. Отвакуумирую и заправлю. В принципе, надо собираться уже. Уже время подживает. У меня следующий заказ в ЧИК. У меня там ехать до вас лишнего часа. До следующего заказа. Поэтому сильно тут тоже гулять-то не получится. Надо по-быстренькому все сейчас заделать до конца. И это... И все и сваливать. То, что, блин, ничего паять не стал, не нужно. Вот это, конечно, шикардос. Так что сейчас придумаем, что и сделаем. Да, вот, кстати, особенности 290-го фреона. Хоть и в жидкой фазе он как бы... Но вот он унцию где-то залил и все, и встал. 49,2 PSI стоит на вот сайте. Ну, сейчас прям. Вот я включил холодильник. Сейчас он немножко подумает какое-то время. И включит компрессор, запустит. Я думаю, полностью зайдет весь фреон. Нифига. Унция залезла и все. Трогать я не хочу. 100% охладился баллон. Холодненький стал. Вот. Поэтому еще надо, получается, 3,5 унции практически заправлять. Ну, ладно, сейчас запустится компрессор, дозаправиться ничего страшного. В принципе, так-то. Не, немножко я не угадал. Вот всего 1,6 унции. Баллон уже весь инем покрылся. Я его не трогаю. Даже вот перевернутый в жидкой фазе еле-еле потихонечку выползает. Вот 1,7. Да, процесс будет, походу, долгий. Видно, прям и не весь покрылся. Прям весь. Процесс будет долгий. 4,5 унции буду долго заправлять. Даже с включенным компрессором. Ой-ой-ой. Ну, ладно, что теперь. Так, ну что, все. Я заправил холодильник полностью. Залил туда силант. Такой вот маленький. В общем, что мы видим? Мы видим на 290 фреоне давление должно быть 22,7 примерно. При этом температура испарения минус 1,4 фаренгейта. В принципе, норма. Потому что тут даже для фрезера, наверное, маловато будет. Все-таки полтора. Там минус 2. Да, маловато будет. Вот. А для фрешфуда самое то, в принципе. самое-самое то. Вот. То есть R290 должен иметь вот наверное в районе минус 2 ноль. Я думаю, что будет неплохо. Так, сейчас посмотрим. Что у нас там внутри? Так, ну уже 37. Уже 37. При этом кавер не закрыт. Ничего не закрыто. Все тут. Ну, не весь еще, конечно, мерзший. Ну, большая часть. Большая часть дерзла. Но температуру он уже нагнал 37. Грубо говоря. Сейчас надо будет все это закрыть. Собрать еще внутри. и все. И будем собираться. Я думаю, что все окей. Вот так вот. Так, ну что, все, поставил я кавер туда собрал полностью все внутри. Сейчас койл обдувается и показания, конечно же, изменились. Вот такие вот сейчас показания. Довольно-ки низкая температура. Даже, в принципе, да. Фрезер можно на такой температуре запускать. Я думаю, что этот, кстати, холодильник, он и как фрезер может работать, и как фрешфуд. Поэтому по давлению, в принципе, должно быть нормально. Хотя, вот, смотрите, что. Как он здесь. О, как прыгает. Интересно. То чуть ли не минус 10, то минус 1. О, сейчас в плюс пойдет. Ну да. Интересно, девки пляшут. Ну ладно, ничего. Койла, в принципе, Койл начал весь обмерзать. Ну, сейчас дверки были открыты 50 в плюсе. Сейчас пока туда собирать буду туда-сюда. Посмотрю, что как. Я думаю, что должно упасть температура. Я тут уже почти собрал инструмент. Немножко осталось. Вот. Пришлось огарелок немножко греть баллон, потому что, ну, просто пипец. он весь замерзший был. И пришлось, кстати, даже еще его откручивать, снимать, показания запоминать. И под воду его под воду его там поставил под горячий. Он вроде согрелся, поставил обратно. Стал быстро заправляться. А так почти вообще не заправлялся. Ну, вот. Опять минус. Ну, что. Вот я и закончил этого товарища ремонтировать. Пока тут все собирал, раскладывал инструмент. Вон, 37 градусов уже стало. А уставка стоит на 34. То есть, тут осталось буквально 3 градуса и он должен отключиться. Фены работают. Все работает. Работает тихо. Все отлично. Можно закрывать работу. Продолжение следует...